Заместитель директора объединения городских библиотек Магнитогорска Марина Щеликанина стала лауреатом премии законодательного собрания Челябинской области в сфере культуры и искусства. В библиотечной системе она работает уже 18 лет. За это время многие учреждения этой сферы значительно преобразились, в том числе и благодаря Марине Анатольевне. Система городских библиотек насчитывает 9 филиалов. Укомплектовать их литературой, организовать мероприятие или провести ремонт – все эти вопросы так или иначе решаются через Марину Щеликанину. Она устроилась в библиотеку в 2004 году, причем тогда даже не думала, насколько интересной окажется работа. Пришла сюда и была просто очарована, правда. Я была просто библиотекарем, рядовым библиотекарем. И на тот момент приходилось не только проводить там мероприятия, но и много общаться с нашими читателями. Было очень интересно, правда. Я увлеклась, просто не смогла отсюда уйти. Я вросла так, что 18 лет я уже здесь. Скачок в развитии библиотечной системы произошел в 2019 году, когда стали активно участвовать в нацпроектах. Благодаря выигранным конкурсам уже преобразились три библиотеки. Например, это центральное имени Бориса Ручева. Здесь собран уникальный фонд – то, чего не найти в интернете. К примеру, здесь хранится архив газет «Магнитогорский рабочий» с 1937 года, газеты «Магнитогорский металл» с 1952 года. Также есть электронная версия. Редкие книги местных авторов, а также материалы о нашем городе собраны в краеведческом отделе. А об особенностях национальных культур рассказывает этнический медиа-центр. Деятельность наша очень творческая. Несмотря на то, что она, может быть, и незаметна, но она творческая. Каждый день приходится решать совершенно разные задачи, которые неповторяемы. Либо приходится их решать несколько иначе. К этому тоже надо подходить творчески, искать пути и решения. Выполняет библиотека и социальную функцию. Например, здесь функционирует театральная студия, которая позволяет раскрыться людям с ограниченными возможностями здоровья. Также здесь обучают компьютерной грамотности пенсионеров. С каждой задачей здесь справляются достойно. И диплом лауреата законодательного собрания области тому подтверждение. Я все-таки считаю, что это работа команды. У нас достаточно сплоченный коллектив, который за это время, в общем-то, и не менялся. Мы растем, развиваемся вместе. Одному человеку сделать не по силу такую огромную работу. Поэтому я считаю, что это командная работа. Павел Берсенев, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН.